Следующий вопрос. Нужно ли молиться обеденную молитву после молитвы «Аль-Джумаа»? Хукм совершения обеденной молитвы после того, как человек совершил пятничную молитву, может различаться в зависимости от ситуации. Например, тот, кто совершил пятничную молитву, не имея омовения, мы скажем, что ему обязательно совершить обеденную молитву после этого. Или тот, кто совершил пятничную молитву и пропустил один из толпов молитвы, мы скажем, что он должен совершить обеденную молитву «Зухар». А если человек совершил пятничную молитву правильно и выполнив все ее условия из толпы, то после этого не дозволено ему совершать обеденную молитву. Совершение обеденной молитвы после пятничной – это нововведение в религии Аллаха Свят Он и Велик. Человек может находиться в двух положениях. Либо его пятничная молитва недействительна, в таком случае он должен совершить обеденную зухр молитву, либо совершенная им пятничная молитва совершена правильно, тогда относительно совершения им обеденной молитвы после пятничной мы скажем, что это не дозволено. Потому что Пророк, алейхиссалату ассалям, запретил совершать обеденную зухр молитву два раза в один и тот же день. Поэтому, если нельзя совершать обеденную молитву два раза в один день, мы скажем, что тем более нельзя совершать обеденную молитву после пятничной, так как это является нововведением в религии у Всевышнего Аллаха. Аллах Свят Он и Велик обязал нас совершать пятничную молитву, а эта молитва, как и сам пятничный день – это обязанность, связанная со временем. Поэтому тот, кто объединяет эти две молитвы, тот прибавляет к шариату Всевышнего Аллаха. Как будто бы он хочет сказать, что этой молитвы недостаточно, и нужно обязательно вместе с ней совершить другую молитву. А это, несомненно, является дополнением к нашей религии и дополнением к словам нашего посланника, алейхи салату ассалям. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, совершал пятничную молитву сотни раз. А также с ним ее совершали его сподвижники, да будет доволенными всеми Всевышний Аллах. Но неизвестно ни о ком из подвижников, чтобы он сперва совершал пятничную молитву, а после этого совершал обеденную молитву и объединял таким образом два фарта. Также подобного неизвестно ни о ком из табиинов. Но некоторые из них совершали обеденную молитву после пятничной, когда они считали имама, совершающего с ними эту молитву, кяфиром. Ведь некоторые обладатели знания вынесли фетву о том, что если имам, совершающий с мусульманами групповые молитвы, кяфир, то для предосторожности нужно совершить обеденную молитву после пятничной. А что касается случаев, когда пятничная молитва правильно и совершена надлежащим образом, то совершение обеденной молитвы после нее относится к нововведению, а совершающий подобное является нововведенцем, недозволенному мусульманину, совершившему пятничную молитву, после этого совершать еще и обеденную. Пророк Алейхиссаляту Ассалям сказал, кто молится после пятничной молитвы, то пусть совершит 4 ракаата. Эти 4 ракаата это не 4 ракаата, обеденный зухр молитвы, но это 4 ракаата добровольной молитвы, совершаемой ради Аллаха Святом, то есть дополнительной молитвы. То есть как будто мы говорим, что дополнительная сунна к пятничной молитве это 4 ракаата. Также от пророка, алейхиссалату ассалям, достоверно сообщается, что он совершал молитву в два раката у себя дома после пятничной молитвы. Поэтому мы скажем, что после пятничной молитвы у тебя есть выбор. Либо ты совершаешь молитву в два раката, либо в четыре, но делаешь намерение на дополнительную молитву, а не на обязательную. Если ты совершаешь намаз после пятничной молитвы, то мы скажем, что не дозволено тебе делать намерение на обеденную молитву, но ты должен сделать намерение на дополнительную добровольную молитву. А относительно некоторых мазобов, считающих, что нужно совершать обеденную молитву после пятничной, мы скажем, что это неправильное мнение. Оно противоречит достоверным хадисам и шариатским текстам, а также единогласию праведных предшественников. Мусульманин обязан останавливаться на том, что сообщается в книге Аллаха и в сумме его посланника, а также следовать за праведными предшественниками из числа сподвижников, табиинов и их последователей.